Дорогие друзья, чем дольше выходит в эфир наш проект, тем больше мне кажется, что уже всю школьную программу выучили на зубок. Но каждый раз появляются вопросы, задачки, дать правильный ответ, на которые не получается. Надеюсь, сегодня их будет минимум. Представляю играющих команд. Это пятая битва игры районов за красными игровыми столами. За Густайская средняя школа и капитан Джамсо Санжиев. Приветствуем их. И за синим столом Кабанская средняя школа, капитан Алексей Бурдуковский. Все правильно? Очень рады приветствовать обе команды. И, конечно, приветствуем руководители этих команд. Анна Баировна Эрдыниева и Анастасия Васильевна Кривогорницына. Дамы. Очень приятно. Очень приятно всех приветствовать. Пятая игра. Рейтинговая таблица на данный момент выглядит вот так. По результатам следующих 30-40 минут две команды также впишут себя в нужные строки. Для этого нужно набрать максимальное количество баллов, чтобы быть повыше. Начинаем мы играть с командой из Загустайской средней школы. И приглашаем Джамсо к игровой тумбе капитана для того, чтобы выбрать тему капитанского фильтра. Номер 14. Номер 14. Это певчие птицы. 10 птиц, 30 секунд. Три из них не поют. Время. Ну или, может быть, и поют, но не так, как нам бы хотелось. Итак, певчие птицы. Прошу вас. Начинаем. Номер 8. Жаворонок. Пропускаю. Вернан. Номер 3. Сойка. Пропускаю. Сойка поет. Номер 8. Жаворонок. Ну, был уже. Ой, сейчас. Номер 10. Скворец. Пропускаю. Скворец. О чем поет Скворец? Номер 7. Кречет. Нет, стоп, нет. А, номер 1. Малиновка. Пропускаю. Малиновки. Заслышим голосок. 4. Номер 3. Ой. Номер 2. Иволга. Пропускаю. Иволги 5. Еще 2. Три. Три. Такая песня есть. Дрозд, это правильно. Дрозд. И, как я помню, еще... Подожди, 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 подожди. Не торопись. Не подсказывай команде соперника. Потому что команда соперника может тоже свой ответ-то дать. Он у них остался один. Выпь. А, не выпь. Тогда фазан. Не выпь, не кречет и не фазан. А, ласточка. Ласточка. Малиновка, Иволга, Сойка, Ласточка, Дрозд, Жаворонок, Скворец. Правильные ответы. Фазан, выпь, не кречет. Не певчий птицы. А мы продолжаем. И капитанский фильтр для кабанской средней школы. Алексей. Алексей, выбирайте, пожалуйста. Номер 13. Номер 13. Это... О, потрясающая тема. Инструменты симфонического оркестра. А, 7 участвуют в симфоническом оркестре. А, 3 только хотят, наверное, этого. Какие? Узнаем через 30 секунд. Оркестра. Оркестра. Продолжение следует... Итак, инструменты симфонического оркестра. Называют? Один гобой. Пропускаю. Гобой есть. Два кларнет. Пропускаю. Пока да. Четыре альт. Пропускаю. Верно. Пять треугольник. Пропускаю. Пропускаю. Шесть яланчель. Пропускаю. Правильно. Восемь контрабас. Пропускаю. Так. И девять труба. Пропускаю. Обалдеть. Все верно. Две симфонические оркестры практически. А гитара, саксофон и банджо. Красава. Увы и ах. Семь пять. Отличное начало. Достойные соперники сегодня, конечно. Чем займемся? Прямо сейчас. Мы с кабанской средней школой. Это начнем придумывать дисциплины для соперников. А соперники будут, соответственно, отвечать. Прошу. Физика. Физика и химия. Физика и химия в первом раунде. Далее. Краевидение. Искусство. Краевидение и искусство. Дальше. География. География. Прекрасно. Литература. География и литература. И еще. По одной дисциплине, пожалуйста. История. Биология. Буквально несколько секунд. 30 секунд. Чтобы расписать, будут ли личными раундами или командными. После чего стартуем с химии и физики. Пятая игра сезона. И ее начинает Айлана Цактоева, ученица Загустайской средней школы. Решила принять участие в проекте из интереса. И ожидает получить новые эмоции и впечатления. Ее любимые школьные предметы – общество знания и информатика. А пример для вдохновения – Илон Маск. Кабанская средняя школа в этом раунде сыграет всей командой. Итак, физика и химия. Логика и эстетика. Это будет чуть позже. Айлана Цактоева из Загустайской средней школы. Айлана, давайте. Что? Я приготовил вам вопросы по физике. Точно не передумаете? Нет. Нет. Блиц. Давайте 15. Я-то могу дать. Только не пожалейте потом. Номер 15. Балтийское море. О, море, море. Реданным скалам. Бывали ли вы на Балтике, Айлана? К сожалению, нет. Я как-то бывал, но тоже знания от этого не факт, что прибавилось. 13 вопросов. Ровно одна минута. Отвечайте громко. Если не знаете, говорите дальше. Готовы? Да. Время пошло. Самый большой полуостров на Балтике. Дальше. Где больше воды? В Байкале или в Балтике? В Байкале. Правильно. В каком веке у Российской империи на Балтике появился свой флот? Дальше. Окаменевшая смола на берегах Балтики? Дальше. До Петра Первого за Балтийские земли Русь вела Ливонскую войну. При каком царе она началась? Дальше. Знаменитые рыбные Балтийские консервы? Сайра. Нет, залив, на берегу которого расположен Петербург. Дальше. Название газопровода по дну Балтики? Дальше. Дания, Германия, Норвегия. Какая страна не имеет выход к Балтике? Дания. Какая? Дания. Нет, неверно. Балтийская вода более или менее соленая, чем в океане? Менее. Верно. Город, военная база, защищающая Петербург с моря? Дальше. Русские, успел я начать, поэтому можем ответить. Русские основали этот город как Юрьев. Долго его называли Дерпт. Теперь Тарту. В каком государстве он находится? Не знаю. Ну, понятно, что не знаешь. Ну, давай подумаем. Балтика и государство. Какие ты знаешь государства на Балтике, в котором есть город Тарту? Ну, на что это похоже? Ну, любой вариант. Ну, любой. Я воздержусь. Ну, воздержись, так воздержись. Это Эстония. Это Эстония. Два правильных ответа. Мы аплодируем тебе, Айлан. Самый большой полуостров на Балтике, скандинавский. Больше войны в Байкале. В Российской империи на Балтике появился свой флот в 18 веке. Оконемевшая смола – это янтарь. До Петра I, значит, велась Ливонская война. Началась она при Иване Грозном. Знаменитые рыбные балтийские консервы. Шпроты, а не сайра. Питер на берегу Финского залива. Название газопровода по дну Балтики. Северный поток. Норвегия не имеет выхода к Балтике. Да, не имеет, да? Балтийская вода менее соленая. И город, защищающий Питер с моря Кронштадт. Атар, то это в Эстонии. Айлана, довольны вы собой? Нет. А мы довольны вами, Айлана. Потому что два балла – это лучше, чем ничего. Согласны? Согласны. Давайте оправдываем. Химия. Команда из Кабанска будет отвечать на химические вопросы. Я надеюсь. Поэтому выбирайте, пожалуйста. Четыре. Четыре, так четыре. Пять разных химиков, независимо друг от друга, дали название одному химическому элементу, который представляет собой газ и состоит из двух атомных молекул. Последнее название предложил в 1776 году химик Антуан Лавуазье. В переводе с греческого оно означает «безжизненный воздух». Что это за элемент? Вам нужно сказать, что это за элемент. Тридцать секунд. Тридцать секунд. Тридцать секунд. Пять. 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 Безжизненный воздух – это… СО2. Что такое СО2? Углекислый. Углекислый газ. Да. Вы считаете, что? Безжизненный воздух. СО2. Химический элемент. Ж. Прозвучало. Нет, неверно. Неверно. Безжизненный воздух. Химический элемент. Это не СО2. А что? Представец есть? Озон. Что? Озон. Озон. Н. Озон. Т. Т. Я не услышал. Азот. 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 Да. Давай вот. Азот. Азот. Безжизненный воздух. В 1776 году химик Антуан Лавазье дал последнее название «Безжизненный воздух». Это Азот. Правильно. Правильно. Ох. Потрепали нервы, конечно, нам обе команды в этом раунде. Надеюсь, в следующем будет все более гладко. Продолжаем, друзья. Поехали. В игру вступает Татьяна Николаева из Кабанской средней школы. В будущем планирует стать врачом. Поэтому в школе больше внимания уделяет химии и биологии. На досуге играет на фортепиано. В проекте надеется набраться нового опыта. Участники команды Загустайской средней школы в этом раунде ответят на вопросы вместе. 7.11. Казалось бы, разрыв. Но он решается всего лишь одним правильным ответом. Загустайская школа отвечает на вопросы по краеведению. Решили они не отправлять своего участника, а ответить все вместе. А раз все вместе, то и выбирайте, пожалуйста. Пятая. Номер 5. Более 90% российских запасов этого минерала добывают в Бурятии. Что за... 30 секунд, пожалуйста. Минерал. Можно? Нет. 90% российских запасов. Представляете, насколько богата этим минералом земли Бурятии. Это полудрагоценный минерал нефрит. Вы считаете, что это нефрит? Да. 90% российских запасов нефрита у нас в Бурятии. Может, знаете, в каком районе еще? О, это кажется, Закаминск. Не-не-не, не Закаминск. Зунхалба, кажется. Если не ошибаюсь. Хотя точно не знаю все равно. Ну, это вопросу не надо было отвечать. Достаточно то, что вы сказали нефрит. Это правильно. Нефрит, это верно. К игровой тумбе приглашается Татьяна Николаева под аплодисменты всего зала. Татьяна, лучший специалист в области искусства в Кабанском районе. Правильно, Татьяна, я вас рекомендую? Нет. Нет? Нет. Ну, а что же вы тогда здесь делаете? Мне кажется, что не скромничать. Так и есть. Вопрос из области искусства. Вопрос номер 10. О! Скажите, из какого балета эта известная мелодия? Ну, вот эта, известная. Знаете же? Ну, и в общем так далее. Автора мы не спрашиваем. Что происходит на сцене, мы не спрашиваем. Нам нужно спросить у вас, как называется этот балет. А можно подумать? Что можно? Подумать. Подумать? Немного. Конечно, можно подумать. У вас же целых 30 секунд. Включите нам еще раз, что ли. Подсказывать. Это мелодия из «Лебединого озера». «Лебединое озеро» вы считаете это? Нет. Да правильно, Тань, правильно. Все правильно, все верно. Это уж я так нервишки твои проверял. «Лебединое озеро», конечно. Конечно. А что означает это? Это означает, что баллы набраны. Далее нас ждет литература и география. Будет очень интересно. Продолжаем. Мы благодарим партнеров программы «Великолепная пятерка» Министерства образования и науки Республики Бурятия, Банк ВТБ, Забайкальское горнорудное предприятие. Литература силами команды из Кабанска. Также решили они отвечать совместно. «Пять умов» – это всегда лучше, чем один. Давайте проверим. Четыре. Немало классиков русской литературы по основной службе были дипломатами. Фанвизин, Батюшков, Тютчев. Но самым талантливым дипломатом из литераторов, конечно же, был он. Вот кто он? Самый известный, наверное, дипломат из литераторов. Можно 30 секунд? 30 секунд можно. Подсказки не нужны, наверное, да? Справимся сами. Кто он был? Самый талантливый литератор или что? Самый талантливый дипломат. Наверное, и то, и другое. Дипломат, представляющий интересы России в других странах, а также очень известный литератор. И имя его? Мы считаем, что это Лермонтов. Знаменитый дипломат Лермонтов. Как же, как же. Было, было. Или не было. Ну нет, ну не Лермонтов, конечно. Но какой же Лермонтов? Подождите. Подождите. Лермонтов, это неправильно. А вот что, правильно? А может, это Карамзин? А может, и Карамзин, конечно. Но Карамзин не был, по-моему, дипломатом. Я, насколько прям помню историю Карамзина. А этот знаменитый литератор и дипломат, который, кстати, погиб, выполняя свой долг при разгроме посольства в Тегеране. Есть у вас какие-то уже мысли по этому поводу? Александр Сергеевич Грибоедов. Александр Сергеевич Грибоедов. Знаменитый дипломат, который погиб, исполняя свой посольский долг. Дипломатический долг. Это была литература. А сейчас будет география. География от загустайцев, от тахойцев. Ребята. Шестое. Номер шесть. Самое маленькое государство Европы и по площади, и по числу жителей. Вот нужно за полминуты назвать. Видимо, сами, да? Время пошло. Самое маленькое государство Европы. ИПА. ИПА. Площадь. И по числу жителей. Время истекло. Что это за государство? Ватикан. Ватикан. Естественно, Ватикан. Около 800 жителей, там 825, что ли, что-то такое, живут в Ватикане. Страна, которая занимает лишь часть европейского города. Что это означает, что с географией тоже мы справились, дальше у нас история биология, тоже очень интересные дисциплины. Готовятся Жамсо Санджиев и Анастасия Петрова. Поехали. У игровой тумбы появляется Анастасия Петрова из команды Кабанской средней школы. В проекте хочет достойно проявить себя и защитить честь своей школы. В будущем планирует стать хирургом, а пока углубленно изучает биологию и химию, занимается спортом и саморазвитием. Ее противник – капитан команды Загустайской средней школы Жамсо Санджиев. Его любимые школьные предметы – история и общество знания. Хуже дела обстоят с точными науками, а по окончании школы планирует выучиться на психолога или юриста. 13 и сколько? И 19. О, разрыв, разрыв уже в 6 баллов. Жамсо, история? Да, история. History, как сказали бы учителя английского. Но вот английской нет, у нас дисциплина, а история, пожалуйста, сколько угодно. Давайте девятое. Великий флотоводец Ушаков прославится в том числе взятием Корфу и овладением Рима и Неаполя. Против какой страны тогда воевали наши моряки? Решил сам отвечать. Решил сам отвечать. Не будем ему мешать, как говорится. Заменитый флотоводец Ушаков. Командовал флотилией. Рим, Неаполь и Корфу взял. А против кого воевали наши моряки? Есть три предположения. Турция, Англия и Франция. Турция, Англия и Франция. Это только предположения. Так, ответ вот у нас прославился взятием Корфу и овладением Рима и Неаполя. Насколько я помню, это, скорее всего, территории Франции. Ну, не ошибаюсь. Если не ошибаюсь, то, скорее всего, я ошибаюсь. Хотя, возможно, и не ошибаюсь. Ну, давай, выбери. Англия, Франция или Турция, ты сказал. Я считаю, что это... Франция. 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 Вот Турция сразу была неправильно, потому что как раз флотилия была русско-турецкая. То есть мы как бы с турками-то вроде как вместе. Рим и Неаполь, это вообще в Италии, да? А Корфу? Корфу это город, точнее, или крепость, что-то такое. Ну, вот Франция, вы сказали, это... Я вот просто против Англии. Было такое предположение просто. Это уже тысяча примерно 798-й, 1800-й год. Это война с Францией. Молодец, абсолютно правильно. Война против Франции. Была в тот момент, Жамсо, победителем. Возвращайтесь к своей команде. А мы-то, кого ждем-то? Анастасию Петрову-то ждем-то мы-то. Настя, которая собралась, слезки вытерла и отвечает на вопросы по биологии. Настя, все верно? Пять. Назовите самую большую ящерицу мира, которая встречается на островах Индонезии. При этом она самый тяжелый представитель чешуйчатых. Подумаешь? А у вас есть варианты ответов? У меня нет вариантов, у меня есть подсказка. Поможет она тебе, не поможет. Вот такое, не могу сказать. Вдруг она выведет тебя на правильный ответ. А вдруг нет. А так 6 баллов вроде. А вы отстаете как раз, да? Команда-то ваша отстает как раз пока. Что решишь? Не надо. Не надо. 30 секунд. Подумай. Самая большая ящерица мира. Субтитры создавал DimaTorzok И так, она встречается на островах Индонезии. Это ящерица. А как она называется? Крокодил? Крокодил! Ты сказала крокодил? Я вот прям не очень уверен, что крокодил ящерица. Ну это рептилина. Индонезия. Ну крокодил же еще и не только в Индонезии бывает же, да? Ну крокодил нет. Крокодил это неправильный ответ. А какой правильный? А может это варан? Комод? Варан? Варан. Комодский. Вот комодский варан. Это другое дело. Комодский варан. Или индонезийский варан. Это правильно. Видите, я же. Комодский варан. Загустайцы прямо и свой вопрос берут, и вопрос соперника. Как их остановить, пока непонятно. Возможно, удастся это кабанцам сделать в следующем раунде. Раунде, посвященном теме финансы. Итак, друзья, раунд, который проходит при поддержке банка ВТБ. Мы их за это очень благодарим. Финансовые вопросы. Один вопрос на обе команды. На кону 5 баллов. Выбирает финансовый вопрос команда из Кабанска. Потому что пока она немножечко отстает. Прошу вас. Давайте номер 6. Номер 6, пожалуйста. Вопрос. С какой суммы дохода взымается подоходный налог в размере 15%? С суммы дохода, который превысит 1 миллион рублей? С суммы дохода, который превысит 3 миллиона рублей? Суммы дохода, который превысит 5 миллионов рублей? Налог на доходы физических лиц составляет 13% вне зависимости от размера дохода. Через 30 секунд вам нужно писать 1, 2, 3 или 4. Время. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Итак, на листочке, на листочке должно быть написано. Ваш вариант? 4. Номер 4. Ваш номер 4. А номер 4 это у нас налог всегда 13% вне зависимости от размера дохода. Поздравляю вас, это неправильный ответ на вопрос. Правильный ответ. Сумма дохода, если превысит 5 миллионов рублей, налог составит 15%. Ура, теперь мы это знаем. Поаплодируйте обеим командам, пожалуйста. А мы с вами, дорогие друзья, переходим к следующему раунду, финальный раунд, который будет играться по правилам брейн-ринга. 5 коротких вопросов и игра на скорость. Ну что, Кабанск все еще отстает немножко, поэтому темы, которые на экране, самые близкие для вас, самую близкую для вас, можете выбрать. Мы хотим мифы Древней Греции. Мифы Древней Греции. Хотите, получаете, конечно. Итак, 5 вопросов. Вопрос номер 1. Откуда выводила нить Ариадны? Время. Прошу вас. Откуда выводила нить Ариадны? Раз, два, есть ответ. Раз, два, три, нет ответа. Поднажать. Нить Ариадны выводила. Мы думаем, что это царство мертвых. Царство? Мертвых. Царство мертвых. Нет, это неправильный ответ. Нить Ариадны выводила из лабиринта подземелья Минотавра. Вопрос номер 2. Для последнего подвига Геракл отправился к великану Атланту. Зачем? Время. Зачем Геракл отправился к Атланту? Загустайте. Ему нужны были золотые яблоки. Золотые яблоки, это абсолютно правильно. Попросить золотые яблоки. Давайте на будущее, если вы нажимаете, сразу, да, сразу даем ответ. Мы вас больше не ждем. Вопрос номер 3. Мифические существа с верхней частью женщины, а нижней птицы, своим пением увлекали моряков на камни и мели. Время. Кабанск. Виверны. Как? Виверны. Нет, это неправильный ответ. Сирены. Сирены, верно. Сирены, верно. Вопрос номер 4. На берега какого моря отправились аргонавты за золотым руном? Время. Прошу, Кабанск. Средиземное. Средиземное. Неправильно. Море чудовищ. Калибска. Нет, это тоже неправильно. Порт в Ксинске. Черное море. Черное море. И вопрос номер 5. Финальный вопрос. Кто такой Эгей? Чье имя носит море у берегов Греции? Время. Кто такой Эгей? У берегов Греции, Турции. О, мы не знаем, кто такой Эгей, да? Ну, осталось 7 секунд. 2, 1. Успели. На последние секунды Кабанск успели. Мы думаем, что это... Полубог. Полубог. Нет, это не полубог. Одна секунда есть. Так. Может... Ну, давайте... Ой, ученый. Ученый? Нет. Это, конечно, не ученый. У берегов Греции так называется. И древняя Греция. Мифы. Это царь Афин, отец Тисея, который, думая, что убил... Сынова убил Минотавра, сбросился со скалы в море. Помните эту историю? Под черными парусами они там что-то возвращались. В этой игре побеждает команда из Загустайской школы. Давайте поаплодируем им. Прекрасная игра. Командцам тоже я. Я считаю, что расстраиваться еще рано, несмотря на поражение. Рейтинговые таблицы. Они пока занимают достойное место. Увидимся, друзья, ровно через неделю на шестой финальной игре битвы районов. Я Валерий Скосырский. Все, пока. Слезы, счастье, поражение. Ничего страшного. Все нормально. Это всего лишь игра. Не надо расстраиваться, малышка. Самое главное, это что? Участие. Все, вы молодцы. Это такой просто колоссальный опыт. Вы приедете к себе героями, потому что это вот как это надо отвечать правильно перед такими каверами. Столько людей, вы все равно уже победители. Ну, в любом случае, давайте поделимся впечатлениями, эмоциям от игры. Ну, в принципе, было сложно, интересно, весело. Сложно? Было сложновато. Что самое сложное? Эти вопросы или эти камеры, или вот это вот все непонятное, вот эти вот кнопки и так далее. Волнение сыграло, конечно. Волнение сыграло. Да, большую роль. Ну, было немного мало времени. Все-таки подольше подумать. И вот это вот волнение, правда. Это знаете что? Знаете что? Вы самые красивые, запоминающиеся наши участники этого проекта. Мы вас точно запомним. И надеемся, что мы встретимся с вами еще в финале, ребят. Еще не все потеряно. Спасибо большое. Ну, все, выдохли, давайте ручками потрясем. Все позади. Вы вообще молодцы. 31 – это очень хороший балл, на самом деле. Ну, как, делитесь впечатлениями, эмоциями? Это было очень круто. Ну, мы сначала начали, получается, вот, 5-7 уже. Я сначала думал уже что-то, ну, надо быстрее что-то начинать делать. И тут резко мощный отрыв начинается такой. Мы начинаем нагонять их, и еще, и потом перегнали сразу, и там еще, и еще. Я сначала отрыв 6 очков. Финалин зашкаливает? Да. Мы очень были, мы очень сначала были неуверенными в себе, а потом, когда мы ответили на один вопрос, мы сразу же задали жарой и начали отвечать очень быстро и точно, и знали на все ответы. Знаете, ребят, вы определенно всегда знали на все вопросы ответы, просто вот это волнение, неуверенность, она так вообще затмевает разум. Но вы справились, вы молодцы. Дальше вперед, я думаю, что в финале мы с вами еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова